всем добрый день всех приветствую по опыту у нас есть наш комьюнити hydra мы его организовали в 2018 году у нас большое количество программистов как full стеки это там ну разные такие рамни да так и множество программистов которые занимаются ну разными интересными вещами но когда мы все сплотились у нас получилось делать очень интересные продукты по нашему опыту чем мы конкретно занимались и в чем наш конек с 18 года мы в большинстве занимались именно созданием роботов роботизированных систем для форекса для криптовалютного рынка и также очень много работы проводили по созданию таких серверных систем которые обеспечивают максимальную безопасность продуктам потому что когда ну продукт получается хороший и уходит в рынок в масс-маркет то сразу же появляются недоброжелатели которые хотят это все как-то остановить сломать забрать ну в общем в рынке очень мало людей которые оценят действительно тяжелый труд а вот всяких негодяев в общем но поэтому также специализация наша все что касается безопасности соответственно что мы сделали по может быть количеству роботов было создано наверное штук 500 разных типов это наш прямой профиль был самое популярное это у нас были как раз роботы и их не защита мы с дальнейшем защита уже подобных систем после того как мы добились определенных результатов мы начали брать уже такие более серьезные заказы там вот венчурных фондов больших по поводу защиты определенной информации их них продуктов ну и соответственно занимались сопровождением и занимаемся по сегодняшний день так как выстраивание больших систем в чем минус этого всего такая особенность есть если какая-то команда действительно смогла это сделать то в дальнейшем заменить эту команду будет достаточно тяжело поэтому опыта у нас достаточно ну и по поводу него я думаю люди уже сами все поймут как я расскажу что мы сейчас делаем как как мы вообще к этому подошли что у нас со всего этого получится я сейчас включу демонстрацию план экрана я себе такой небольшой набросал планчик сегодня у нас с вами будет формат такой это будет общение я пройдусь по всему что здесь написано порассказываю как мы вообще к этому пришли вообще первое первый запуск такой продукта первое наше общение самое главное я всегда ставил себя создание инструментов именно на сторону пользователя до партнера чтобы я хотел получить когда я бы присоединялся в такой инструмент первое я бы хотел поговорить вот послушать человека который это все создает понять что у него в голове для чего этот инструмент был создан какие потребности он закрывает поэтому на сегодня сами будет трошки такое общение ну и в процессе я буду рисовать какие-то интересные штуки которые есть уже из нашего опыта там с форекса из других направлений и мы поговорим немножко о функционале ну если у вас процессе будут появляться вопросы записывать их чат после моего рассказа уже мы и на них тоже дадим ответ итак первое с чего же все началось это идея создания и закрытия потребностей в общем как мы приняли решение быстренько создать этот продукт соответственно у нас с вами сейчас очень интересный период происходит на криптовалютном рынке мы очень долго падали там около полутора лет и сейчас пришел момент того что рынок вот топчется на месте пошел период накопления то есть это идеальное время для запуска данного типа инструмента под каждый рынок есть свой инструмент об этом и также дальше поговорим также в дальнейшем у нас в этих роботах будут технические вебинары там будут рассказаны особенности чтобы все наши партнеры понимали какой конкретно инструмент под какой период рынка запускается потому что нет роботов которые подходят под все есть как бы такие вездеходы но например данный инструмент на падающем рынке он будет низкоэффективен он будет самый эффективный вот как раз на текущем рынке и на растущем и так всего началась идея создания первое мы давным-давно нашим партнером обещали то что у нас запустится роботы то что мы запустим наши разработки принципе к этому пришли вот сейчас запускаемся но там у нас был момент то что нас отвлекли смарт-контракты так как ну разработчики требовали определенного уровня этих смартов определенных взаимодействий поэтому пришлось за то же время уделить в принципе там уже все у нас хорошо пришло время запускать роботы когда мы поняли что пришел все таки уже флайтовый рынок период накоплений нужно пойти посмотреть кто у нас есть в этом рынке просто так пойти посмотреть кто работает с чем работает какие у них продукты сильные и слабые стороны в общем изучить людей которые уже в этом рынке работают так как у нас с вами рынок он общий это по факту наша с вами песочница и все мы в ней сидим кто-то в ней конкурирует кто-то дружит но это неважно песочница у нас у всех одна для того чтобы понять потребность масс массовых именно массовых комьюнити нужно было их изучить и изучить инструменты на которых эти люди работают соответственно первое что мы сделали это начали смотреть всех тех кто работает на рынке и присматриваться что у них есть какие у них там сильные стороны какие слабые что мы смогли найти несколько таких моментов выделю первое есть сообщество где достаточно сильные продуктологи и достаточно сильные маркетологи которые также делают продукт в котором ничего не понимают все что касается продуктологов они делают настолько сложная система что простой человек наверно восемь из десяти людей вот с текущего чата даст с этого вебинара зайдя в те продукты запутаются сразу же вообще непонятно что там нужно делать как это все запускать настраивать сопровождать вообще очень много вопросов а ответов нет продукты были созданы не для новичков никто не преследовал цель создать что-то такое простое эффективное чтобы каждый человек мог просто прийти включить и зарабатывать деньги у них появились продукты которые не проходят для массового рынка это такие узконаправленные продукты это их проблема второе вторая нас категория людей это маркетологи которые ничего не понимают абсолютно в продукте ничего не понимает в защите в создании вообще ничего они просто умеют продавать они умеют мотивировать людей собирать вебинары рассказывать сказки об искусственных интеллектах о всем о чем угодно лишь бы кто-то пришел и у них что-нибудь купил здесь основная проблема в том что эти люди строя свои комьюнити они со старта своих партнеров обманывают обманывают в том что раз все работает на автомате обманывают заявленной прибыли также обманывают что вот все у нас хорошо искусственный интеллект тебе не нужно ничего делать просто запустить все будет хорошо в общем все построено на обмане мы посмотрели и приняли решение это было 27 марта приняли решение создать свой продукт опираясь на свой опыт но учтя потребности всех этих партнеров потребность какая у них конкретно потребность если мы с вами обратим внимание на рынок то существует сейчас достаточно много проектов большая часть слава богу из них закрылись которые обещают людям фиксированные проценты и что-то там так происходит и они закрываются все мы понимаем о чем сейчас идет разговор какая-то метрика конкретно для нас так как эти проекты достаточно сильно растут мы понимаем что есть огромнейшие аудитории аудитории людей в этой песочнице в этом рынке у которых есть потребность прямая потребность зарабатывать деньги пока не спят но им нужен продукт понятный простой продукт чтобы они не шли в эти проекты где им что-то обещают не передавали деньги в управление это также особенность а что-то на своей стороне вот как-то включили все должно быть очень просто в три шага без помощи наставника и они могли спокойно заниматься своими делами все эти люди у них появился пассивный доход это также одна из потребностей соответственно мы приняли решение создать свой инструмент который эти все потребности будет закрывать когда мы с вами когда мы с нашей командой изучали рынок изучали эти потребности мы натолкнулись что есть такие критические недоработки это вот нас во второй части вот эти недоработки есть прям недоработки на стороне если их оценить в масштабе это критический уровень из-за которого потом все может сломаться первое это защита клиента во многих инструментах когда мы приходили командами общались лично мой первый запрос был какой вы используете метод шифрования для хранения ip ключей или каким методом у вас защищена вся ваша вот конструкция на которой работает так как в большинстве люди с которыми я общался оказались маркетологами которые вообще ничего не понимают в продукте мне ответы никто не дал согласитесь когда мы с вами приходим в автосалон покупать автомобиль мы хотим получить тех паспорт то есть что что это за карета такая классная как на ней ездить нам нужны документы что это такое что там внутри и вот на вопрос что там внутри как это собрано никто не может дать ответа и мы поняли что здесь также наш будет плюсик следующая проблема это быстродействие системы в том самом паспорте мы могли с вами увидеть на какой именно системе все соответственно собирается и в дальнейшем будет работать и как она будет работать потому что сейчас у нас этого рынок дальше у нас будет растущий и на растущем роботы они будут самые популярные инструменты но здесь также есть опасность для тех разработчиков которые не учли моменты с быстродействием системы и нагрузки на нее ответа мы также не получили следующий это простой запуск когда уже мы начали разрабатывать свою систему мы преследовали просто две цели первая цель должен быть простой запуск для любого человека есть ли человек пришел к нам в продукт он должен самостоятельно за 7-10 минут его включить и запустить ему не должна оказываться помощь наставников какие-то еще там технические вебинары все должно быть просто это продукт он должен стать продуктом осадобшем для людей для большинства людей цель была такая вот у нас ходят люди с вами на улице 8 из 10 людей должны заинтересоваться этим продуктом потому что он закрывает их потребности а потребность у большинства это есть конкретно зарабатывать деньги получать пассивную прибыль пока мы спим ленимся занимаемся своими делами кушаем отдыхаем и так далее из-за этого все это время у нас должен быть какой-то личный помощник в кармане который будет приносить нам прибыль эта потребность есть у большинства этим это большинство должно присоединиться в эту систему и как-то вот нажатием трех-пяти кнопок за 7-10 минут его включить и дальше идти заниматься своими делами но уже зарабатывать деньги вот этот простой запуск мы в принципе ни у кого не нашли у всех он какой-то очень сложный нужны наставники нужно там еще что-то и так далее так далее в общем нам это все не понравилось мы считаем что это большой пробой именно в продукте и следующая потребность это интуитивный подсказчик здесь также есть такая кроется опасность когда запускается определенной комьюнити во главе него стоят достаточно сильные маркетологи которые умеют проводить вебинары рассказывать интересные истории про искусственный интеллект и так далее заряжать людей на мотивацию и происходит вот эта вспышка все заходят продукт то есть он как бы в простонародье все говорят качнем вот качнули но дальше появляется масса проблем каких именно когда человек присоединился продукт у него во голове появляются вопросы то есть как это работает куда девались деньги где на что что насколько мы закупили сколько у меня монеты так далее и все вот эти вопросы они теперь начинают работать уже не как бустер а наоборот как якорь и по сообщество останавливается она больше не продолжает свое развитие вторая наша цель была после того как человек уже запустит свой робот собственный после того как он запустил он попадает в систему любые вопросы которые появятся появятся у него в голове это по доходности по количеству активов по количеству активных позиций кто заработал когда с чего полностью все вопросы которые приходят в голову они должны быть отображены на экране то есть человек даже дум задумываться не будет а вот что там может быть или как там это произошло он просто это видит это была вторая наша задача соответственно также мы этого всего и добились после того как мы это все изучили мы уже начали писать тех задания и выделили туда как бы самое главное первое с чего мы начали это сердце продукта то есть на чем будет построен какой будет конкретно двигатель у всего этого автомобиля мы приняли решение сделать все на микросервисах это дает нам быстродействие обновления прям в процессе и масштабирования вот сейчас у меня тоже к вам вопрос есть как вы думаете куда обращаются люди когда что-то в мире происходит допустим произошло какое-то хорошее событие и все пошли куда-то это смотреть происходит какой-то запрос куда они пишут напишите в чате пожалуйста да все правильно в google и в поисковике вот теперь с вами разберем как работает сердце робота и в чем здесь наш есть ключик будем с вами сейчас рисовать машинки и вагончики с людьми соответственно вот здесь будет какой-то такой красивый автомобиль с колесиками и в нем будет двухлитровый двигатель думаю не всем девушка будет понятно что мы сейчас рисуем но вот вы досмотрите эпизод до конца все сразу пойму соответственно представим что вот здесь началось такое глобальное развитие робота все зарабатывают это все очень просто очень легко за этим автомобилем начинает присоединяться вагончики в этих вагончиках сидят люди например здесь будет тысячи человек 1 вагончик у нас есть в большинстве сервисов которые мы изучали вот эти двигатели они больше по своей мощности не становится пока месяц сообщества маленькая она вроде бы как-то все работает едет и все хорошо как только сообщество начинает прирастать мощности не хватает и становится проблемы сначала локальная если сообщество увеличивается там до с 1000 до 20000 проблема начинается уже глобальная уже катастрофически потому что система начинает давать сбой она начинает ошибаться думать за все это время она не приносит дохода и здесь были вы были выбраны микросервисы что это такое это как раз та самая система на которой стоят эти поисковики например также стоит там апплюзик вот представьте вышла какая-то классная песня все ее начали вот у нас стало трендом там каким-то хитом все начали искать как вы думаете как вот со стандартного со стандартной нагрузки например тысячу запросов в минуту в момент вот каких-то трендов там песня вышла или фильм или картинка какая-то классно или что-то еще вышло люди начинают быстро быстро это искать нагрузка может увеличиваться 500 раз как эти сервисы с этим справляются как они по-простому не выключается потому что для простого например сервера где будет стоять система там выделенный он будет или он просто будет собрана в виде какой-то машины до дата-центра эта нагрузка она будет сравнима с ddos атакой эта вся система она срушится но вот эти поисковики как-то это все соответственно обрабатывают вот в этом то и вопрос как они это делают потому что здесь момент принятия решения сделать эту сердцевину нужно так чтобы когда придет растущий рынок уже прям гулран пошел через год два три и наши сегодняшние комьюнити превратилась в миллионы человек система не должна упасть она должна как-то выстоять ей нужно дать эту мощность соответственно как сделано у нас в данный момент и почему мы сделали именно так вся эта система она стоит на таких облачных серверах в этих серверах хранятся самостоятельные такие управляющие которые каждый отвечает конкретно за свое действие что конкретно нам это дает это быстродействие системы потому что каждый занимается своей задачей и этот каждый стоит у каждого пользователя вот если сейчас у нас присутствует на вебинаре 500 человек у каждого из из нас будет примерно по 30 управляющих каждый управляющий занимается конкретно своей задачей это такие микро роботы которые смотрят за каждым человеком по отдельности по такой же системе работает netflix то есть есть система когда вы заходите посмотреть фильм есть система которая смотрит досмотрели ли вы и были фильм до конца второе что вы делаете в поисковиках третье отслеживает ваше поведение какие фильмы вам нравятся и так далее это вот те же самые управляющие на которые мы сделали также в нашу систему первое это быстродействие второе это очень легко масштабировать если вы знаете есть такие игры стратегии там замки строит или еще что-то вот если у вас есть там маленький замок для того чтобы вам построить больше маленький вам сносить не нужно не нужно ничего ломать вы просто достраиваете и все здесь произойдет так же самое что для чего нам это нужно первую очередь по обратной связи от нашего комьюнити по любому будем улучшать продукт для того чтобы нам это делать быстро и не не приостанавливать торговлю всех наших партнеров мы это все будем делать прям в процессе это то как сейчас у нас работает например insider club именно наша платформа insider хоть когда-нибудь кто-то видел чтобы сайт выключался ради каких-то обновлений по моему у нас это работает так вы сегодня были в одной платформе а завтра вы зашли там уже другая когда произошло обновление непонятно потому что в принципе не было никаких отключений здесь та же самая система это легко масштабировать и легко обновлять вот для этого мы приняли решение на этом всем собрать но также в чем козырь эти все как сказать управляющие вся эта система она стоит на облачных серверах и здесь вот как раз скроется смысл вот этой сердцевины если у нас с вами просто попишем циферки тысячи человек и в спокойном состоянии рынка вот то что вот сейчас происходит примерно так ли находит у нас будет 100 тысяч запросов разных кому-то счет проверить кому-то ордер открыть кому-то закрыть это 100 тысяч запросов все спокойно но в момент прихода вот как раз вот этого рынка булрана что-то там новости что-то в мире происходит все начинает летать в разные стороны эта нагрузка она может увеличиваться ну да там в 300 раз например для простой системы на которых стоят большинство сайтов там или торговых систем это уже полноценная додос атака эти системы просто начинают спать они спят они не могут работать они засыпают и пока месяц не спят или что-то думают или кто-то пытается их починить все вот эти вот сообщества даже тысячи человек она начинает страдать потому что робот начинает совершать ошибки где-то совершать ошибки где-то что-то не до закрывать где-то наоборот не до открывать в общем полностью смысл робота он ломается робот не может работать также представим что пришел растущий рынок и у нас появились еще вагонщик она так и будет мы уже развивали роботов мы знаем что будет когда роботы начинают приносить ту прибыль которую но менее немножко позже поговорим в этих вагончиках уже будет 50 тысяч человек а в этих уже 500 или там 250 вот так напишем соответственно большинство систем они ограничены вот этой вот мощностью как мы сделали когда количество запросов и количество людей у нас начинает очень сильно расти приходит растущий рынок то среднее количество запросов там в минуту уже будет не 100 тысяч а например 5 миллионов что сделает конкретно вот эта система на которую мы собрали соответственно представим что в спокойном режиме просто цифры напишем чтобы вы как-то немножко это тоже понимали у нас есть 16 ядер и 100 гигабайт оперативной памяти это вот этих данных достаточно конкретно для обработки вот этого запроса это вот все равно что двухлитровый двигатель в автомобиле все вроде бы как-то нормально едет когда количество запросов увеличивается до 5 миллионов 10 или 25 простые системы они просто уснут наша система обратиться к облачным серверам не скажет у нас очень большое количество запросов сейчас нам нужно не 16 ядер а 1600 и не 100 мегабайт оперативных гигабайт оперативной памяти а 10000 это все равно что в момент пиковой нагрузки вот когда она расширилась для того чтобы ее быстро съесть наш двигатель стал не двухлитровый двухтысячный литровый вот примерно такой эта система позволяет очень быстро обрабатывать все нагрузки и роботу быстро взаимодействовать со всем чем нужно торговать смотреть за ордерами открывать их закрывать их ловите там какие-то резкие движения это все касается нашего дальнейшего функционала и соответственно приносить нам либо дополнительный профит в больших размерах либо защищать нас там от резких падений об этом мы немножко также позже поговорим вот ради этого всего была собрана как конкретно вся эта сердцевина с микросервисов чтобы в момент прихода пиковых нагрузок первое наша система не уснула второе наша наши пользователи не почувствовали какого-то дискомфорта о том что робот что-то не открыл или не закрыл или не дозаработал или еще что-то его данную систему мы искали в рынке мы не смогли найти поэтому приняли решение просто сделать свое это вот сердце нашего робота на этих же технологиях работает google яндекс от music netflix все большие компании в которых количество запросов какие-то моменты может выходить там 200 в 300 раз давно количество запросов выше нормы и они с этим справляются так же самое будем справляться и мы так это было быстродействие обновление также мы проговорили это все что касается обратной связи если нашим партнерам что-то понадобится так как эти все блоки они друг от друга но как бы не абсолютно не зависит мы можем просто один блок достроить и прям в процессе обновить и у вас сразу появится обновление прям как в инсайдер клубе вот его не было вот оно появилось и вы даже ничего не заметили ну и соответственно масштабирование так как все блоки они не 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 держится друг за дружку мы можем обновлять какие-то по очереди какие-то одновременно в общем это для нас очень большой плюс потому что в дальнейшем и вот смотрим на период пяти семи десяти лет в данный момент данный робот будет приносить прибыль 3-4 года потом придет обратно раз не растущий рынок а падающий и там робота нужно будет просто переключить это будет другой робот который предназначен конкретно для падающего рынка и по уже в том времени мы его переключим просто по нажатию одной кнопки так как в данный момент у нас есть вся сердцевина чтобы подготовить этот функционал и потом не заниматься какими-то обновлениями доработками и так далее и так далее поэтому приняли решение сделать эту сердцевину на рынке мы таких не нашли следующее то что преследовали это продукт для масс-маркета мы уже об этом говорили подойдет любому у кого есть потребность конкретно какая просто зарабатывать средства получать пассивную прибыль пока мы спим или ленимся или занимаемся своими делами следующих заданий это была проработка максимальной защиты со стороны пользователя и со стороны самой системы на которой будет весь этот механизм работать все что касается стороны пользователя как вы думаете если вы сейчас создадите у себя на биржах айпи ключи и передадите эти ключи мне но вы не поставите галочку о том что я могу выводить ваш депозит я смогу забрать ваши деньги или нет напишите пожалуйста чате пишет да кто-то пишет нет на самом деле смогу чем проблема есть два способа забрать эти деньги у вас той стороны которая разрабатывает продукты есть два способа обмануть своих партнеров и устроить как все говорят скам первый способ это действительно при создании этих ключей поставить галочку что тот кто получает эти ключи может снимать средства тогда когда он захочет обычно люди эту галочку не ставят и потом при как это сказать правильно развитие продуктов каких-то своих там ютубах и так далее говорят что мы полностью защищены с деньгами никто не убежит и так далее на самом деле это не правда есть второй способ в чем смысл на рынке существует несколько типов монет там высоко ликвидное этом волатильные низко волатильные так далее но есть низко ликвидное и низко волатильное они очень легкие и когда уже достаточно большое количество партнеров начинает работать с роботом их не баланса так как по ipi ключам робот имеет возможность торговать если не нет настройки со стороны пользователя их не баланса можно легко перелить в низко ликвидную монету устроить искусственный просто памп пользователи здесь получат большое количество каких-то ненужных монет пустышек разработчики со своей стороны просто технично заберут у них деньги и также устроит весь этот обман для того чтобы это не этого не было это не произошло вообще никак есть простая настройка на стороне создания пик ключей она называется white лист когда мы смотрели кто у нас есть на рынке мы задавали вопросу по поводу этого самого white листа и нам отвечали что мы ним не пользуемся нам это не нужно а на вопрос что вы понимаешь те что завтра например просто большинство разработчиков не показывает свое лицо они чего-то боятся куда-то прячется я таки не понял мы не стали в этом разбираться но суть в чем этот разработчик которого поля не видно может завтра воспользоваться всей этой функции всем этим функционалом и технично забрать ваши деньги вы это понимаете и мне отвечали да мы это понимаем и на вопрос так и почему же вы продолжаете развивать данное направление или данный клуб прозвучал ключевой такой ответ а нам больше некуда идти на рынке ничего еще не появилось тогда мы поняли что нужно быстро делать продукт уже собственный ну и соответственно как многие я видел развивают они просто не упоминают вот этот момент для безопасности пользователя потому что для большинства людей занимающихся развитием данной ниши деньги значит больше чем человеческое отношение никто не не занимается чтобы пользователь там был доволен он был доволен продуктом он был полностью защищен люди которые занимаются развитием данной ниши большинство из тех с кем мы общались смотрит на людей как просто на мешок с деньгами я сейчас его подключу получу ревку и вот это нам не понравилось никто не занимается конкретно продуктом от которого люди будут получать удовольствие и просто даже от себя всем говорить смотрите я вот здесь зарабатываю деньги таких мы не нашли поэтому принялись делать свое что у нас конкретно защитой пользователя первое вся наша система будет работать только с теми монетами которые все наши партнеры пропишут на своей стороне создания и ключей white list как это будет работать на практике допустим робот может работать со 100 монетами может быть 120 будет это будет все монеты там из топ-100 каждый может себе выбрать то что ему нравится но конкретно робот сможет работать только с теми которые вы на своей стороне пропишите white list если вы их туда не пропишите робот не сможет с вами никак не взаимодействовать с конкретными монетками какой плюс от этого вы получаете здесь исключается полностью техническая возможность как-то торговать вашими средствами в низко ликвидной монете чтобы вы получили множество ненужных монет а кто-то с другой стороны технично забрал ваши деньги и вот эту тему люди с которыми мы знакомились они как-то не очень хотят об этом всем разговаривать об этом всем со своими людьми потому что наверное им есть что скрывать мы в принципе со старта всем будем говорить что нам нужно сделать white list с него выбрать те монетки которые вам нравятся и робот будет торговать только с тем что вам нравится с чем и нравится торговать не будет следующая защита это личный ip адрес если почитать документацию бирж то видим что множество бирж не нравится когда сигналы принимается от одного рупора поэтому здесь используется персональная прокси они так и называются персональная прокси для бирж там для биржи бинанс захотите потом посмотрите в чем здесь смысл первое каждый будет работать как бы в своем таком туннельчики это личный vpn каждого будет свой ip адрес и для биржи мы все будем принимать сигналы с разных сторон мы не нарушаем никакие правила наши несколько больших партнеров которых мы сопровождаем работают как раз по такому принципу это первое это безопасность и удобство для стороны пользователя второе это как раз также входит безопасность самой системы в чем здесь смысл все эти айпи адреса которые вы будете получать у каждого свой айпи адрес он уникален вы будете также прописывать байт лист если вы помните несколько месяцев назад был взломан очень большой сервис по мониторингу доходности криптовалютных роботов и была утечка айпи ключей тот кто занимается этими темами знает о каком сервисе я говорю соответственно даже бы если это произошло и у вас был настроен ваш личный айпи адрес попав эти айпи ключи в какие-то третьи руки никто бы ничего не смог сделать по факту эти айпи ключи ваш счет принимает сигналы только по тем монетам которые есть в вашем байт листе и только с того айпи адреса который вы занесли вайт лист а он также будет скрыт его никто не найдет здесь максимальная защита со стороны пользователя здесь полностью убран функционал чтобы как-то навредить людям прикоснуться к их деньгам или еще что-то сделать в диалоге нашего клуба входит что мы не запускаем продукты которых мы имеем возможность притронуться к деньгам людей даже техническую как смарт-контракт вот никак и не берем деньги в управление этим мы отличаемся от других для того чтобы мы были спокойны за вообще всю защиту и за те же самые при ключе но даже если кому-то они попадут руки никто не сможет сделать но они в руки никому не попадут потому что для защиты всей нашей системы мы с вами будем использовать метод шифрования аэс в 2003 году агентство национальной безопасности сша объявила также вы можете об этом почитать шифр а есть достаточно надежным чтобы шифровать защищать ним данные составляющие содержащие государственные тайны это достаточно сильный шифр и он на сегодняшний день просто стоит как последний стандарт это самый сильный шифр поэтому мы будем использовать его и вся наша система которая вот мы сейчас там сами паровозики рисовали будет покрыта этим шифрованием также у нас есть в этом всем тоже прелесть все вот эти блоки они недели мы каждый самостоятельный для того чтобы добраться до предыдущего нужно сломать этот но все они очень разные такие ключи в общем мы построили такую систему шифрования что мы сами не знаем как это теперь обмануть мы хотели добиться уровня надежности примерно smart контракт чтобы это никак не могло сломаться никто ничего не мог сделать как-то залезть повлиять на людей на их депозиты мы этого добились в данный момент уже даже мы не знаем как нам обмануть эту систему потому что мы в принципе ушли учли все что нам нужно было для защиты взяли последние методы просто не выдумывали велосипеда сделали вот так как оно есть по последним стандартам и получилось достаточно серьезная мощная легко масштабируемая система которая легко справляется с любыми нагрузками за того что имеет возможность в пиковых моментах подкачивать себе все нужные ресурсы в виде процессоров оперативной памяти простой памяти до всего чего угодно и у нас появился такой мини монстрик который может самостоятельно работать справляться да принципе со всеми нагрузками которые которые только могут быть этого мы также добились следующее при создании мы думали как нам учесть опыт в создании наших предыдущих продуктов и здесь как раз вот этот механизм наши сердцевины дал нам возможность перенести с нашей с наших больших роботов с форекса сюда не как некий такой функционал он изюминки этот функционал напрямую влияет на защиту от падений есть такие резкие падения в рынке вот сегодня у нас биткоин стоил 30 тысяч смотрим в обед а он 8 наш робот не будет набирать бестолковая продера и также мы перенесли системы трейлингов мы также сейчас вам порисую вы увидите что это такое эта система позволяет зарабатывать намного больше профита рекорд hydra версии гибрид это последняя версия в нашей линейке это 92 процента за день доходности к депозиту 470 за месяц но это были агрессивные настройки и рынок позволял зарабатывать на резких движениях благодаря как раз вот таким вот этому функционалу соответственно как это работает и что нужно для того чтобы это работало немножко с вами трошки также порисуем допустим мы с вами приняли решение запустить сейчас робота вот здесь вот в этой точке bitcoin сейчас будет стоить 30 тысяч как-то рынок вот начал вот так вот ходить ходить а потом раз и вот так полетел вниз прямо на 8000 за bitcoin как конкретно построена наша система вот именно вот это вот защита от падений соответственно здесь прописаны на каждый ордер прописаны свои параметры все эти параметры у каждого из наших пользователей они будут индивидуальны потому что человек который запустится на 30 тысячах и человек который запустится на 29 с половиной у них уже по факту свои роботы здесь у каждого свой персональный робот здесь нет одного робота которому все цепляются у каждого свой в каждом роботе свои управляющие которые будут наблюдать за каждым нашим партнером как работает в данный момент вот это вот защита для того чтобы роботу принять какое-то решение на взятие какой-то позиции это просто болячка спотовых роботов почему их не любят до рынок в большинстве падающий простые спотовые роботы которые вы можете настроить там может быть на бирже или еще где-то я не смотрел их не функционал это было наверное давно из я не думаю что что-то поменялось у них достаточно простые настройки если происходит какое-то резкое падение весь ваш депозит будет в этом падении и вот эта проблема эта проблема массовая спотовых роботов как будет работать наш робот есть несколько параметров это параметр для того чтобы мы с вами зарабатывали деньги и зарабатывать зарабатывали дополнительные и есть параметры на открытие ну следующих позиций соответственно их пропишем пропишем напишем take profit у нас будет два процента сейчас мы это обговорим и за ним будет стоять стоп в районе 0 3 процентов также у нас будет напишем докуп это следующая позиция два процента движение цены и также будет стоять стоп 0 3 процента как это будет работать сейчас мы это все с вами рисуем у нас уже есть дополнительная команда которая делает сейчас техническое решение чтобы это все мы могли видеть прямо на роботе кто-нибудь из вас принимал участие в каких-то роботах или клубах где можно увидеть работу робота вот прям вот так то есть приходит запрос как бы ваш робот с вашими режимами и функционалом отработал когда биткоин стоил 70 тысяч вот упал на 15 чтобы он сделал и все начинают рассказывать и показывать в принципе то что делаю сейчас я вот так по простому мы сейчас сделаем техническое решение где можно будет выбрать любую валютную пару любой период и просто включить его и посмотреть как он будет торговать задним числом и также можно будет его включить когда до растущего даблрана до растущего рынка будет полгода год чтобы вы увидели какой профит приносят данные роботы но пока мы это делаем я вам просто вот так объясню соответственно здесь бы у нас была первая позиция здесь бы у нас была наверное 2 а вот на всем этом движении у нас и позиции не было как бы это было вот здесь вот есть у нас настройка докуфа соответственно вот в этот момент когда мы с вами вы отошли конкретно в движении цены на 2 процента за спину поставился бы стоп стоп ну это такая видимая линия если цена откатит то третья позиция она бы взялась также вот здесь. Но так как у нас произошло резкое движение, в размере движения цены 0,3%, вот этот стоп будет бежать за ценой, и он будет стоять вот здесь. Когда рынок немножечко откатится, здесь возьмется третья позиция. Для того, чтобы вся эта штука работала, нужны очень большие мощности. Поэтому и было принято решение создать все это на микросервисах, как у Google, Netflix и всех остальных больших. Потому что простые системы, они вот здесь даже сделать ничего не успеют, они будут что-то там думать, они не понимать, у них перегруз, голова болит, в общем, ничего не работает. Наша система, она справляется. Функция вот эта, она бы отработала. И скоро вы это увидите. У меня сейчас это есть в текстовом виде, то есть как выписка таких логов с строк, где робот должен был купить вот здесь, но купил вот здесь, потому что он увидел вот это падение, и у него хватило мощностей бежать за ценой, контролировать ситуацию и не набирать ненужные ордера. Потому что проблема спотовых роботов в большинстве – это то, что они просто бездумно набирают ордера и очень быстро засаживают весь депозит в торговлю, и потом денег не остается. Этот робот это бездумно не делает. У него достаточной мощности, чтобы подумать, посидеть, посмотреть и побегать за ценой. Теперь как отработает вот эта вот штука. Представим с вами, что у нас была набрана сетка с пяти или семи ордеров. Допустим, они будут вот где-то вот здесь. Простые роботы, которые есть в рынке, они работают просто по тейк-профиту. То есть вот цена вот сюда дойдет, вот так. Этот ордер закроется в прибыль плюс 2%. В принципе, неплохо, но уже неинтересно. Как мы зарабатывали в нашей гидре очень большие проценты. Это была система трейлинга. Тот же самый алгоритм, но теперь наоборот. Когда цена, вот здесь вот у нас будет тейк-профит, вот этот, в размере 2%, когда цена доходит до этого уровня, этот ордер не закрывается. За этот ордер за спиной ему вот сюда ставится стоп-лосс. Прибыль. Соответственно, в момент резких откатов у робота достаточно, опять же, мощностей, чтобы этот стоп-лосс бежал за ценой. Вот за этой. И от пикового момента, вот на 0,3% поставится стоп-лосс вот сюда. Это стоп-лосс будет вот этой позиции. И вместо того, чтобы мы с вами зарабатывали 2%, мы можем заработать 22% конкретно с этой позиции. Но так как у нас позиций много и каждая позиция самостоятельная, в нашем роботе есть три режима торговли. Есть три состояния на рынке, есть три режима торговли. Второй режим и третий. Он переключает все эти позиции в самостоятельные. И они все начинают вот так вот бегать за ценами. Это также фокус такой интересный. Но для того, чтобы он работал, нужна была вот архитектура с микросервисами. Поэтому нужно было все это вот заморочиться и сделать именно так. Соответственно, что это нам дает? Первое, это очень большой дополнительный профит. В моменты таких каких-то аномальных движений на рынке робот вместо того, чтобы зарабатывать на каком-то ордере доллар, зарабатывает 10. Но если этих ордеров сотни закрываются, открываются ежедневно, то ваша прибыль в месяц, если бы простые роботы приносили 5-7%, то этот может приносить 27 или 47% только за счет того, что у него есть вот эти функции. А эти функции у него работают только за того, что у него в мозгах хватает мощностей за счет той архитектуры микросервисов, чтобы вот это все очень быстро считать и бегать за ценой. Вот и весь секрет. Я думаю, что в ближайшем времени мы сделаем техническое решение, где будет отображен график. Вы скажите, какая монетка вам интересна. Я думаю, всем будет интересно, что бы было с роботом, когда биткоин стоил 70 тысяч, мы его там включили. Как бы он справился с падающим рынком? Потому что для большинства роботов, если бы они зашли с обычной сеточной спотовой торговлей, сеточной стратегией, где биткоин стоил 70 тысяч, на сегодняшний день у людей денег бы не осталось. Те роботы всем деньги туда в торговлю унесли. Наш робот бы не унес. Но есть третий защитный алгоритм. У нас их там несколько, мы чуть позже так же порисуем. Вот его задача, если ваши деньги в количестве больше 50% от нужной суммы в монетку зашли в торговлю, его задача эти деньги быстро достать на автомате. Вот этой автоматизации в рынке не хватает. То есть, когда у людей все хорошо и рынок растущий, все вроде зарабатывают. Как только что-то начинает идти не так, у людей множество проблем, с которыми они справиться не могут. Первое, потому что нет функционала в роботе. Второе, никто не проходит, не проводит технические вебинары. Людей попросту никто не обучает. И третье, люди чувствуют себя обманутыми, сидят в негативе, потому что на первой презентации человеку сказали, да не надо ничего делать, все же нормально. Оно же само, здесь искусственный интеллект. Ты просто сиди и зарабатывай 35% в день. А вот он запускается, и что-то получается не так. У нас этих всех проблем нет, поэтому я думаю, что в нашем комьюнити будет достаточно много, много новых пользователей, которые оценят данную систему. Дальше идем. Диверсификация. Здесь также мы с вами работаем на криптовалютном рынке, но это также рынок, он также рисковый. Мы должны позаботиться о нашей безопасности. Что у нас уже сделано по безопасности? Давайте подведем итог. Первое, все, что касается взаимодействия с деньгами людей, полностью исключен какого рода вида вообще скам. Это забрать деньги, куда-то увезти деньги, перелить в низколиквидную монету, вообще невозможно. Технически такого функционала нет. По поводу системы, все собрано на тех самых микросервисах. Мы не придумывали ничего нового, мы просто посмотрели, где может быть нагрузка на нас, какая-то большая, прям очень большая. Есть ли кто-то такой на рынке, кто с такой нагрузкой сталкивается и справляется. Нашли. Как они это делают? Очень быстро сделали. Соответственно, у нас это есть, поэтому сердцевина нашего робота, там бесконечное количество литровых моторов стоит, они справятся с любой нагрузкой. Это тоже есть. Это нам с вами даст возможность, когда придет какие-то аномальные движения, или волатильный рынок будет очень сильный, либо улран начался, робот не будет там что-то думать, что-то там еще что-то делать. У нас просто качественно работает продукт, просто приносит деньги. Все. И следующее, эта вся система будет защищена от шифры МАЭС. В данный момент это мировой стандарт, лучше него пока не придумали, поэтому тоже никакой велосипед мы не придумали. Здесь со стороны системы все в порядке, со стороны пользователя также все в порядке. С деньгами никто никуда не может не уйти, ничего плохого сделать. Осталось конкретно риски самой ниши, ниши криптовалюты. Первое, как мы от них можем уйти? Это как диверсификация, основной вариант. У нас с вами будет запущено, при запуске есть три вида монет. Это низковолатильная, средняя и высоковолатильная. Но во втором и в третьем виде, это вот средневолатильная и высоковолатильная, есть также две подгруппы. Это те, которые коллерируются с биткоином, и которые не коллерируются. Вы также можете сейчас по коин-маркеткапу посмотреть. Бывает биткоин, вот тут он очень сильно что-то упал. Некоторые монетки за ним также попадали, а некоторые не попадали, а стоят на месте. Есть даже такие, которые растут. Вот эти вот все группы, они у нас будут. Соответственно, для чего это нужно? Пообщавшись также с партнерами из других клубов по поводу роботов, многие говорят о том, что роботы неправда, они ничего не зарабатывают, и что-то там не так. На самом деле человек просто не понимает принципа, а не понимает, потому что с ним никто не общается. Ему наобещали какую-то золотую кнопку, ту самую, а оказалось, что оно не так. Соответственно, как мы будем к этому всему подходить? Диверсификация в первую очередь. Нам нужно большое количество монет. Ни в коем случае мы не запускаем робота. На одной, двух, трех монетах это просто все неинтересно. У нас их будет много, и для того, чтобы каждый партнер мог себе позволить 10, 20, 30 монет, мы сначала запустимся на бирже Bybit. Для чего нужна эта биржа? На всех биржах есть размер первого ордера на открытие позиций в спотовой торговле. На Binance, по-моему, это 10 долларов. На Bybit это 2 доллара. Соответственно, по торговой стратегии, каждой монетке будет около 43-45 ордеров, плюс-минус. Соответственно, на каждый ордер по 2 доллара, вот одна монетка потребует 90 долларов для запуска. Но мы сделали систему поинтереснее. Так как эти монеты, они у нас все разные, в общем, в чем-то их смысл. Пока кто-то растет, потом кто-то падает. Потом они поменялись. И здесь продали, здесь купили, потом поменялись. Здесь уже будем продавать, здесь будем покупать. И появляется вот такое, знаете, как колесо. Начинает кружиться, что-то постоянно работает. Кто-то несет прибыль, кто-то закупается. Потом мы с вами пошли отдохнули, они поменялись местами. Уже кто-то там получает прибыль, вот там кто-то закупается. Получается так, что каждый час, каждый день при нормальной волатильности рынка кто-то постоянно приносит нам доход. В этом и смысл, чтобы они постоянно работали. Запускаться с несколькими монетами нет смысла, это неинтересно. Для того, чтобы у партнеров была возможность запустить множество монет, допустим 20, мы с вами понимаем, что по настройкам системы, допустим, в ней будет 45 ордеров, каждый ордер будет 2 доллара. Это 90 долларов для запуска на одну монетку. Как это будет сделано у нас? Есть такая шкала. Эта шкала называется процент покрытия. Что это такое? Все вот эти ордера, они будут расположены в сетке таким образом, чтобы у нас был запас движения цены минимум в 90%. Что это значит в цифрах? Если мы сейчас с вами запустим робота, и биткоин будет стоить в данный момент 30 тысяч, 30к, это биткоин. И вот здесь вот мы запустились. Всех этих ордеров хватит для торговли, пока мисс биткоин не упадет до 3000. Это если мы говорим о простом алгоритме. То есть у нас очень большой такой запас хода биткоина, если он начнет обесцениваться. И у нас на все это движение цены эти ордера, они будут плавненько так проставляться. Не забываем, что у нас есть защита от резких движений, поэтому того, что здесь будет проставлено все 45 ордеров, мы сами не верим. Возможно, процентов 70 проставится, ордеров 30-35. Все остальное, они у нас также останутся в запасе. Следующее. Так как у нас с вами уже пошел такой флетовый рынок, период накопления, то мы не думаем, что сейчас у биткоина появится возможность упасть куда-то ниже 20 или 18 тысяч. Ну вот примерно напишем циферку 20. Вот ниже этого порога. Поэтому мы понимаем, что все вот эти деньги, они будут просто незадействованы. Для того, чтобы мы их туда не клали, когда вы будете настраивать робота и выбирать себе монетки, монетки посчитаются по принципу «одна монета 90 долларов». Допустим, вы захотите запустить 30 монет. Это все количество монет, которые вы запускаете, напрямую зависит от вайт-листа. С вашей стороны в создании IP-ключей вам нужно будет прописать эти монетки в вайт-лист. Если они там прописаны не будут, робот не запустится. Мы не оставляем себе возможности как-то притронуться к вашим деньгам. 30 монеток по 90 долларов вам потребуется 2700 долларов. Соответственно, у большинства клубов, в которые мы были, для того, чтобы можно было запустить даже 10 монет, им бы потребовалось долларов тысячи две с половиной. Ну то есть это продукт не масс-маркета. У простого человека нет в таком количестве свободных денег, чтобы он мог просто прийти вот так вот и попробовать. Здесь для запуска 30 монет вам потребуется примерно 30% от этой суммы. Это будет там в районе 900 долларов, немножечко меньше. В чем смысл? У нас есть шкала стопроцентного покрытия. Вот она. Эта шкала вам отображает понятным простым языком, что для того, чтобы мы с вами были застрахованы конкретно в торговой стратегии нападения биткоина от 30 тысяч до 3 тысяч, чтобы все это движение у нас было примерно все хорошо с ордерами, нам нужно 100%. Но так как биткоин маловероятно, что спустится, давать все средства роботу нет, не имеет никакого общего смысла, потому что по факту он ничего не будет делать, они просто будут лежать на счету. Поэтому все будет происходить в стартах 30%. Это будет примерно вот здесь. Это те самые 30%. Для стопроцентного покрытия потребуется 2700. Для 30% покрытия потребуется только 900 долларов. Что будет делать робот? Вы примерно понимаете, что у вас запас хода будет не с 30 до 3000, что биткоин может упасть, а примерно с 30 до 20 до 15. Но опять же не забываем за наш функционал защиты от падений. Поэтому здесь может случиться так, что даже если биткоин ставит и 3000 долларов, нам вот этих 30% и хватит для того, чтобы расставить ордера. В других ситуациях, где в роботах, в сердцевине робота недостаточно этих мощностей или нет вот этих защит от падений и так далее, на всем этом движении робот уже просто все деньги пустит в торговлю. И это проблема роботов в большинстве. Они все деньги очень быстро затягивают в торговлю и начинают покупать там, где покупать не нужно. Нужно было бы чуть-чуть так подумать и быстренько принять решение, надо или не надо. Но они как бы не думают, а просто туда денежки забивают. Соответственно, что произойдет после запуска? Есть 30 монет, есть 900 долларов на депозите. Они составляют 30% покрытия движения цены. Все средства, которые робот будет зарабатывать, они также возвращаются к вам на счет на бирже. Он их будет видеть просто как будто ему начинают добавлять вот эти проценты покрытия. Ему нужно дойти до 100%. Соответственно, он не будет увеличивать стартовый лот, как-то включать сложный процент, пока не дойдет до этих 100%. Для чего это нужно? Первое, вынесем наши плюсы. Достаточно простой продукт, в котором человек может запуститься. Скоро вы это увидите. Там есть шаг 1, шаг 2, шаг 3. В принципе, все, робот работает. Это сможет сделать каждый, без наставника. Второй плюс. Для получения прибыли нам нужны монеты и низколиквидные, и средние, и высоколиквидные, потому что пока кто-то растет, кто-то падает, и потом они меняются. И так происходят круглые сутки. В большинстве роботов для запуска какой-то одной монетки потребуется большой депозит. Здесь мы решили тем, что первое, мы нашли биржу с маленьким стартовым лотом. Второе, нам не нужно 100% денег для старта. Нам достаточно 30. И эти 30, они сейчас будут работать, и в дальнейшем эти все средства, они просто будут увеличивать этот процент покрытия. Когда приходит простой такой флетовый рынок, есть какое-то нормальное движение вверх-вниз. Простые роботы, о которых мы вот их ставим в пример, приносят примерно 5-7, может быть, 8% доходности в месяц. Я не хочу прогнозировать доходность, но я думаю, что данный робот будет приносить немножечко больше. Только потому, что он умеет ловить сильное движение, он смотрит, где ему брать и нигде не брать. У него есть большое количество монет, которые постоянно приносят прибыль. Также сейчас мы перейдем к торговым алгоритмам. Есть еще одна проблема роботов. И также нам не нужно 100% денег, нам нужно только 30%. Это максимальное удобство для конкретно пользователя. Если что-то, не дай бог, произойдет так, что биткоин станет стоить 300 долларов вот прям завтра, и все эти 30% будут распределены с 30 тысяч до 3, вот в этот ценовой диапазон, но биткоин стал 300 долларов, также для удобства будет запущен отдельный телеграм-бот, в котором робот будет каждому из вас звонить и говорить, у нас сложилась ситуация, где нам нужно немножечко денег для торговли. Это удобство пользователя. Такого мы также не нашли. У нас это будет. Соответственно, поговорим о режимах. Здесь у спотовых роботов есть одна тоже небольшая проблема. Они все работают по сеточным стратегиям, и у них нет переключателя. Соответственно, как работает эта сеточная стратегия? Опять же, биткоин 30 тысяч, мы с вами запускаемся. Биткоин начинает понемножечку спускаться вниз, в район 22 тысяч. Вот куда-то сюда. Здесь набираются позиции для того, чтобы когда биткоин отрастет, мы смогли их продать и на этом всем заработать. Они набираются, набираются, как работают в большинстве спотовые роботы. Они работают с сеточными алгоритмами. Подсчитывается полное количество всех ваших позиций, где-то на этом уровне будет стоять уровень без убытка. То есть это когда цена вот сюда дойдет, нижние позиции дают уже плюс, верхние позиции уже дают чуть-чуть минус, но в принципе вот здесь мы вышли в ноль. От этого конкретно места происходит там, движение цены в 2, в 3, в 5 процентов, все закрывается. Но по факту это бестолковый алгоритм в данный момент, в момент флетового рынка. Этот алгоритм классно включать, когда у нас с вами рынок в большинстве падающий, настроение медвежье. Об этом я уже расскажу в техническом вебинаре. Главная особенность данного алгоритма – закрываться сетками и постоянно понижать уровень без убытков, чтобы сетка всегда шла за ценой вниз. В данный момент рынок уже флетовый. Этот алгоритм в данный момент неэффективен, нужен другой. Сейчас покажу какой. Представим, что сейчас биткоин находится на 22 тысячах и падает, например, на 15. Ну вот так произошло. У нас с вами впереди лето, там трейдеры уедут отдыхать, там финансовые институты большие начнут деньги выводить, еще что-то начнет происходить. Биткоин вот упадет на 15 тысяч. Вот он также медленно сюда сползет. Здесь также наберутся все вот эти позиции. Их уже будет много, там около 20 позиций. И все лето, там 3 месяца, 4, может быть 5 месяцев, прямо до Нового года, биткоин будет просто вот так вот ползать. Вверх-вниз. Вот примерно вот в этих гранях. От 15 тысяч до 22. А уровень без убытка у нас будет, например, стоять вот здесь. То есть по факту все лето на простых сеточных спотовых роботах не будет абсолютно никакой прибыли. Абсолютно. Он будет просто ждать, пока цена вот отсюда вот дойдет, чтобы все вот это закрыть. Это бестолковый алгоритм. В данный момент здесь нужен другой. Конкретно какой? Первый алгоритм – это сеточный. Второй алгоритм – это паук. Третий – это краб. Как будет работать вот как раз второй алгоритм? Он будет отделять каждый ордер от сетки и делать его самостоятельным. Соответственно, когда происходит мелкое движение, вот этот ордер закрывается, сам и приносит прибыль. И вот это вот все движение, вот эти ордера, они бы позакрывались и бы приносили прибыль. И когда биткоин пошел вниз, они бы опять пооткрывались. При резких движениях весь вот тот функционал, который вы видели, он распространяется на каждый ордер по отдельности. И наша система за счет своей сердцевины способна обрабатывать данный массив информации. Большое количество запросов, она достаточно устойчива к этому. Что мы здесь с вами получаем? Любое движение цены, даже если вот вы с утра просыпаетесь и видите, что биткоин подорожал на 3%. В большинстве сеточных роботов это подорожал и подорожал. Денег все равно, прибыли он не принес. В вашем случае вы уже точно понимаете, что кто-то только что вам заработал денег. Потому что каждый вот этот ордер, он у вас как бы отдельный. Это маленький ордер, который должен принести вам кусочек профита. Когда монет становится в торговле 30, 50, 100, давайте вот 100, в каждой монетке есть по 45 ордеров. Я думаю, что в торговле всегда будет присутствовать ордеров по 10. 100 монет по 10 ордеров – это 1000 ордеров. Это как бы 1000 маленьких таких работников, которые постоянно куда-то бегают, что-то покупают, что-то продают и приносят прибыль. И вот так вот круглые сутки. В этом весь смысл. Спотовые роботы в большинстве работают сетками, но в данный момент это ненужная стратегия. Вот эта вот стратегия в данный момент подходит больше и прибыли также приносит больше. Следующая стратегия КРАП, она отличается от ПАУКА только тем, что в Форексе у нас называется режим корзин. Только тем, что в момент, когда слишком большое количество ордеров уходит в торговлю, допустим, из 45 ордеров уже 25 в торговле, у робота светится индикатор о том, что прекрати торговать, вот как ты торгуешь, продолжи в том же ритме, но немножечко, там 15% прибыли, на дальние убыточные ордера вот эти вот, отправляй, закрывай, постоянно сбрасывай этот баланс. Нам нужно быстро достать деньги с торговли. Сам их оттуда достает. Все. И вот так вот эта штука работает. Я понимаю, что для многих сейчас вообще это какой-то космос, ничего не понятно, но видите, это будет очень интересный инструмент. Дальше риски. Соответственно, как от них уйти? Что у нас здесь может произойти? Биржа может закрыться. Это единственный риск, который такой большой. Но это, наверное, даже не риск, это какое-то через ЧП. И также может какая-то монета соскамиться. Для того, чтобы мы эти риски минимизировали, берем первая биржа из топ-10, а монеты мы берем из топ-100. И при большой диверсификации, при всех этих алгоритмах, постоянной прибыли, будет получаться так, что очень быстро прибыль будет приходить. И за счет этого, даже если одна из 100 монет, по какой-то причине что-то с ней случится, никто этого даже не почувствует. В принципе, риска больше нет. Доходность и дальнейшее решение. По доходности наш первый счет будет запущен примерно через 3-4, может быть, 5 дней. Мы его запустим, чтобы вы уже видели, что он работает. Он будет запущен на бирже Бобит, на реальном депозите. Мы настроим туда большое количество монет, штук 100 сразу туда возьмем. И будем все дружно за этим всем наблюдать. Пока вы будете наблюдать, мы очень быстренько дотянем функционал инсайдера все отображение информации, потому что там достаточно серьезная панель управления, там есть ответы на все ваши будущие вопросы. У вас сейчас вопросов еще чуть-чуть, будет еще больше, но там уже ответы вас ждут. Там показывается все. Там даже вот мы, как самые такие противные люди продукту к его качеству, даже мы все ответы смогли найти. Поэтому вам все очень понравится. Соответственно, пока будем запускаться, будут разгоняться наши роботы, мы это все быстренько доинтегрируем в инсайдер. И я думаю, что запуск у нас сообщества произойдет недельки через две, может быть три. Но робот, в принципе, уже готов. Сейчас происходит работа по объединению системы, вот этой всей системы, конкретно с инсайдер-клабом, чтобы там у каждого был кабинет, была статистика, графики, трейдинг, и отображение альтеров, там очень много, все очень красиво. По доходности. Пока мы запустим роботов, вы за этим всем понаблюдаете, мы быстренько дотянем функционал, на этом функционале мы сделаем бэктесты. То есть все монеты, которые у нас будут представлены, пройдут бэктесты. Чтобы мы вам не рассказывали, сколько это все зарабатывает, вам будет прямо показано. конкретная монета, конкретное время, конкретная доходность. Вот там возьмем период за полгода, за год, за два года, до начала там медвежьего рынка, потом еще какого-то. В общем, все возьмем и прям покажем. По нашим ощущениям, средняя годовая доходность будет в районе 100-120% чистыми депозиту человека. Это на текущем рынке, на флетовом. На обычном рынке эти проценты могут быть и 300, и 500 годовых. Только по той причине, что у нас есть вот тот функционал, и для того, чтобы он работал, нам нужны просто резкие движения на рынке. И в какие-то месяцы вместо профита, например, в 10% будет профит 50 или 100. Это также реально. Но здесь все привязано конкретно к движениям на рынке. Если они есть, мы зарабатываем. Если их нет, мы их ждем, не зарабатываем. Но по-любому они будут, потому что мы уже в периоде накопления. Падать уже в принципе дальше-то не особо есть куда. Есть момент того, что у нас халвинг в апреле следующего года, и у нас осталось, по факту, уже 11 месяцев, даже меньше. До халвинга рынок, как обычно, заходит в момент таких накоплений, топчется туда-сюда. Это все такое скучная торговля. Но для этих роботов самое идеальное время. И растущий рынок. Поэтому мы думаем, что 100-120% годовых будут. Но опять же, по бэктестам мы посмотрим. И дальнейшее техрешение, все, что касается бэктестов, возможно, каких-то калькуляторов инвесторских, калькуляторов лидерских. В общем, там очень много идей мы сейчас уже понапридумывали, технических решений. Это также мы внедрим, но уже после того, как запустится наше сообщество. Подытожим также глобальную точку входа. Я вот себе сейчас их вывел. Глобальная точка входа. Есть три периода на рынке. Период падающего рынка для данного робота. Он самый неэффективный. Это робот. Представьте, что вы едете на спортивном автомобиле, и у вас постоянно то грязь, то болото. То есть вы как бы чуть-чуть едете и сразу застреете. Потом вы оттуда себя достаете, опять чуть-чуть едете, опять застреете. В общем, оно работает, робот справляется, но это малоэффективно. Классно работает на флетовом рынке. Тот, который сейчас топчется, ходит в разные стороны и на бычьем рынке, и на булране. Примерно сколько это будет у нас торговаться хорошо на флетовом, бычьем и булране, мы думаем, что примерно 3-4 года. После этого этот робот просто заменится другим роботом, который работает конкретно на падение. И все, так роботы у нас теперь будут всегда. Эффективность робота, в принципе, тут у нас вообще уже не осталось никаких доработок, которые мы бы хотели доделать. В первую очередь этот инструмент мы делали для себя, потому что у нас есть потребность зарабатывать деньги, пока мы занимаемся своими делами. Не уделять этому время, как-то смотреть за монетами, что-то делать руками. У нас просто нет на это времени. Нам иногда некогда спать. Поэтому нам нужен был карманный помощник, который в текущий период, в идеальный конкретно для этого инструмента, будет просто работать и приносить деньги. Без каких-то там вариантов. Просто включили, и он работает. Все. Поэтому по эффективности, почему мы делаем в первую очередь для себя, как продуктовики, мы достаточно дотошные. мы ко всему придираемся. Там, к технологиям, к защите, к шифрованию. Ну, вот если взять меня, если мне что-то продать, это я не знаю, что нужно сделать. Я вот на такой степени дотошный, что мне иногда самому даже противно. Но конкретно в моей работе мне это дает огромный плюс. Когда мы это все доделаем и нам это понравится, это понравится всем. Это 100%. Три состояния, три режима торговли мы с вами обговорили. Ну, в дальнейшем у нас появятся как раз уже тесты, фулл-тесты с отображением, как он работает. На падающих рынках мы сможем монетки с вами вот так встретиться. Вы просто поговорите, какие монеты. Мы их позапускаем, и вы все увидите, как он работает. Чуть-чуть нужно времени. И проблемы сяточных скотовых роботов, как мы их решили, это мы также обговорили. В принципе, по моему такому демоаналогу все. Если у вас есть вопросы, пишите в чат, я с удовольствием на них поотвечаю. Тимур, благодарим за очень подробный рассказ. У меня, честно, было около 15 вопросов, но ты детально прямо все раскрыл. Я их по ходу вычеркивал, вычеркивал, вычеркивал. Сейчас люди задают вопрос, какие комиссии будут? Комиссии для торговли? Я еще вот тоже у меня чат светится, я увидел, сколько стоит, как запустить. Конкретно старт робота для людей, которые уже есть в нашем клубе, стоит 160 долларов. Эти средства идут как раз на покупку проксей вот этих индивидуальных. Если вы ведете в поисковике индивидуальные прокси для бирж, вы увидите, что в зависимости от страны они стоят примерно от 3 до 7 долларов в месяц. Эти средства конкретно уходят на покупку этих проксей и того самого сервера, облачного, на котором это все стоит. для тех людей, которых нет в данный момент в нашем клубе запуск стоит 150 долларов. Опять же, те же 60 долларов вы покупаете себе это все по себе стоимость, ну вот эти все прокси для запуска это просто место для вашей работы. Все остальные 90 долларов все 100% уходят в маркетинг. Конкретно от прибыли и вот увидел вопрос. От прибыли забирается 21%, 6% уходит на 6 команд по 1% это те команды, которые сейчас продукт разрабатывают и 15% уходит в маркетинг. Сергей, там что-то очень много вопросов. Давай, наверное, ты мне говори, а я буду отвечать. Минимальный депозит. С одной монетки, с двух можно ли начать? Либо какой минимальный депозит? Ну, здесь можно начинать хоть и с одной монеты. вообще нет проблем. Но здесь важно понимать, вы начинаете для того, чтобы зарабатывать или попробовать. И так и так хорошо. Знаю, что на рынке много роботов, они такие как бы испорченные легендами, что там искусственный интеллект и так далее, поэтому многие люди могут сейчас так смотреть, присматриваться, чтобы понять, как оно работает. Поэтому с одной из двух, с трех монеток вы просто поймете, как это работает, ну и что-то заработаете. А для того, чтобы уже начать зарабатывать, то, наверное, долларов 300-500. Ну, на эти деньги можно будет запустить порядка 10-15 монет. Супер. Вопросы начинаются по реферальным системам, по маркетингу. Это у нас же в принципе в дальнейшем будет уже более детальная информация. Но может быть заикнуться про самые сочные какие-то моменты пока? По сочным монетам для партнеров, которые будут активными нашими партнерами. Значит, мы учли все пожелания рынка. Мы тут ничего такой опрос сделали. Этот маркетинг подходит конкретно для маленьких, для средних и для больших лидеров. В нем есть быстрые, средние и долгие деньги. Также он подходит для инвесторов, бизнесменов, блогеров, даже для таких людей, как я. Вот если бы я пришел в этот продукт и принял решение его развивать, я не умею строить сети, я не сетевик, но я бы пригласил несколько партнеров, а возможно и одного, но с очень большим депозитом. И даже с одним партнером я бы смог продвигаться по карьерной лестнице, потому что там есть инвесторская карьера. Вот так чуть-чуть расскажу, а более детально мы вам уже все расскажем и покажем через несколько дней. Сергей? Да, Тимур, говорят, меня плохо слышно, я тогда сейчас перезайду, может быть, Александр мне поможет. Да, я подстрахую, хорошо. Хорошо. Так, Тимур, идем дальше. Добрый день, на каких биржах будут работать роботы для жителей США? В данный момент мы начнем с Bybit, но в дальнейшем мы подключим, наверное, все топ-10 бирж и каждый выберет для себя ту, которая ему нравится. Если биткоин сейчас пойдет на перелой, то как будут роботы торговать, если рынок падающий? Я думаю, что на этот вопрос в течение... Да прекрасно будут торговать, это же все-таки торговый робот, мы не должны бояться падений. У нас, понимаете, здесь четкая математическая система есть, просчитанная, есть минимальный запас входа, так это вот по-простому назвать, минимальный процент покрытия, движения цены. Если наш с вами депозит, например, мой, составляет 100% покрытия, это будет 100 долларов или 1000 или любая сумма, но она составляет 100% покрытия, конкретно по настройкам вашим, вы также чуть-чуть настроите, мы вам покажем, то вообще все равно, куда пойдет биткоин. Мы четко понимаем, что у нас есть деньги торговать конкретно, пока не биткоин не придет с 30 тысяч до 1000. Уйдет он на 12, на 8 или на 5, нам все равно. Пускай идет, мы больше купим. Здесь смысл в том, что у нас стратегически так посмотреть вперед, у нас через 11 месяцев халвинг, и там все только вверх. Поэтому чем больше мы сейчас пойдем вниз, наоборот, хорошо, мы больше купим. Я бы был очень рад, чтобы завтра биткоин стоил 3000 долларов. Это было бы идеально. может быть, он так и будет стоить. И для нас это будет классно. Так, отлично. Вопрос. Под капотом робот это микросервисы на кибернету с аутогаллинг. И подскажите, какой клауд используете? Кибернетиста также есть. Неделя, и мы составим весь технический паспорт, какие базы данных, как простроено взаимодействие, и мы все покажем. 60 и 150 долларов это разовая покупка или годовая подписка? 60 долларов для партнеров, которые у нас уже есть, это на год. Эти 60 долларов потратятся на год вам на прокси и на сервер. Все. Для людей, которых нет в данный момент в клубе, это стоит 150 долларов. Из них 60, то же самое, покупка всех этих проксей и расходников на год. Оставшиеся 90 долларов все 100% идут в маркетинг. Так, вопрос, реферальная система в маркетинге, ну, понятно, что есть, да. Есть. Позже подробное мероприятие еще отдельное именно по реферальной системе, потому что она тоже очень интересная и требует достаточно времени для того, чтобы ее озвучить и в ней разобраться. Это уже следующее мероприятие, формат сегодняшней встречи не тот. Просто познакомиться, узнать о том, что есть у нас такой продукт, скоро запускается. Так, Тимур, как чайники поймут, какие монеты покупать? Да, покажем на своем примере. Там будет простые рекомендации. Вот есть три группы монет, низколиквидная, низковолатильная, средневолатильная и высоковолатильная. С каждой группы по несколько монеток выберите, и все. Каким образом происходит работа? Монеты у меня на бирже и бот подключен по пиключам. И монеты у вас на бирже, и средства у вас на бирже будут подключены по IP-ключам. Вы также со своей стороны прописываете вайт-лист монет, которых вы разрешаете торговать роботу. Также вы прописываете разрешенный IP-адрес, который может к этому IP-ключу обращаться. Все. Будет ли разбор или рекомендации по монетам, парам, которые желательно приобрести в первую очередь? Да, конечно. Если лицензия заканчивается в июле, сколько стоит войти в роботу? Это для уже действующих подмывок. Когда в июле? Ну, смотрите, если у вас еще действующая лицензия, вы робота запустите за 60 долларов, и он будет работать, независимо от того, что у вас в июле лицензия закончится. Верно. Уже робота запустили. Правильно, Тимон? Правильно. Все, идем дальше. А сможете ли вы предоставить выгрузки с биржи на дистанции 3-6 месяцев, чтобы показать результаты работы робота вашего робота? Бэк-тесты? Конечно же нет. Бэк-тесты чего? Падающего рынка? Мы сможем сделать фулл-тесты, где покажем, как робот на падающем рынке сначала засасывает ваш депозит в торговлю, а потом их оттуда водостает. Мы приняли решение создать этого робота 27 марта. Сегодня у нас 31 мая. Разработка идет 2 месяца и 5 дней. Продукт практически готов. фулл-тесты у нас будут готовы на концу этого месяца. А бэк-тесты первые по доходности монет, как он работает. Если вы понимаете, как ездит автомобиль и понимаете, что сейчас не болото, а примерно ровный асфальт, у автомобиля есть колеса и руль, то зачем вам, как он ездил с другими дорогами сравнения? Это же и так идеально. Этот запрос имеет смысл конкретно на Форексе и на роботах, которые на фьючерсах. Вот там да. Здесь все проще. Здесь спотовый рынок и мы понимаем, что мы пришли примерно к дну. На падающем рынке этот робот просто неэффективен. Он дает в районе 40-30 годовых. Его там не нужно включать. Там другая машина есть. Так, дальше. Будет ли промо-материалы для рекламы и прочее? Да, конечно. Сегодняшняя встреча была для того, чтобы мы с вами пообщались. Вы поняли, для чего вообще все это было создано. Позадавали сейчас как раз вот эти вопросы, из которых сейчас у нас идет с вами запись. Когда мы с вами закончим, это видео будет передано в нужный отдел и с этого видео будет доставаться информация, на которой будет сложна презентация. мы сделаем и презентацию, и маркетинг, и все-все-все. Да, я добавлю. Сейчас готовятся рекламные материалы. У нас запускается маркетинговая система для продвижения роботов через интернет и вообще Insider Club. И каждый может купить уже простроенный тоннель продаж, кабинет в этой системе и заниматься рекламой, трафиком и зарабатывать на маркетинге как в Insider Club, так и по роботам. Так, идем дальше. Сейчас Bybit уходит из Канады. Что бы произошло, если бы уже с этой биржи была запущена торговля? Это потеря всех средств? Ну, наверное, нет. Если у вас есть возможность сейчас в Канаде зайти на Bybit и вывести их, тогда это не потеря всех средств? Конечно, то есть биржи, когда закрываются или уходятся рынка, они дают время для того, чтобы остановить торговлю, закрыть все ордера, сделать вывод и соответственно после этого только идет закрытие биржи. Идем дальше. Самостоятельная дальнейшая работа на этой бирже. Тимур, возможно ли переливы всего депозита? Нет, технически невозможно. Для того, чтобы был перелив всего депозита, это как раз высокотехнический скам через низколиквидную монету. Невозможно, вы же white list создаете. Даже если в клубе с нашей стороны появится какая-то низколиквидная монета, типа memcoin, PEPP, например, вот этой жабы, то вы, если не пропишите в white list разрешение нашему роботу по вашим IP-ключам торговать PEPP, он там не сможет торговать. Это же вы решаете, чем вам торговать. У вас будет список из 100-150 монет. Выбирайте, что вам больше нравится. Также будет график волатильности, график профитности за месяц. То есть у вас будут метрики, на которые простой человек может посмотреть и принять решение, какие монетки ему взять и какие ему наоборот из торговли вывести. Следующий вопрос. Робот это быстрый профит или на долгосрок? В момент волатильного рынка это быстрый профит, но это также долгосрок. Это инструмент, в данный момент спотовый вот этот робот, это инструмент на ближайшие 3-4 года. После этого, этого робота нужно будет выключить, потому что придет опять медвежий рынок и включить робота, который будет работать на медвежке. В момент нормальной волатильности рынка этот робот по нашим ощущениям это не точно способен приносить 8-10-15 процентов доходности в месяц. Более точные цифры мы вам сможем сказать проведя бэк-тесты, а их проведем наверное ближайшие неделю-две. еще раз повтори Тимур когда старт? Когда старт? Через 3-5 дней будет запущен мой счет. За это время мы доделаем все на стороне инсайдера, чтобы было отображение информации, все, что мы хотим. Через дней 7-10 запустятся сооснователи со своими счетами и лидерский состав, чтобы вы уже не только на меня смотрели, а полноценный старт сообщества будет недели через 2-3. Вот примерно так планируем. Так, вывод профита может быть постоянный или реинвест? Вывод профита откуда? Он же у вас на бирже, вы никуда не отдаете. Вы можете, если робот заработал, хотите выводите, хотите не выводите. У вас будет простая настройка, у вас есть процент покрытия. Вы настроили себе валютных пар, например, на 10 тысяч долларов. Сегодня вы запустились с депозитом в 3 тысячи долларов, у вас будет написано ваш процент покрытия 30%. Допустим, завтра по какой-то причине вам потребовали средства или вы может что-то испугались, вы раз и 2 тысячи долларов сняли. Робот увидит это и скажет вам, у вас было 30%, теперь у вас 10%. Либо перенастройте, либо просто доложите то, что взяли. Так, дальше. У меня нет инсайдера, как я могу посмотреть тесты? Тесты сможете посмотреть через, наверное, несколько недель. Как в инсайдере будет просто вкладочка роботы, туда зайти, они там будут выложены. Вам нужно будет открыть кабинет, зарегистрироваться по ссылочке. Так, взять у кого-то ссылку, кому-то прийти, просто зарегистрироваться и потом попасть во вкладку роботы и посмотреть тесты. Дальше, депозит в долларах или мы покупаем монеты, например, биткоин и к ним подключаем робот. В данный момент торговля только к USDT. Дальше торговля к альткоинам или к биткоину, это будет следующий наш шаг. В данный момент все монетки торгуются к валютной паре USDT. Если начать торговать на депозит 30% от суммы торговли, а потом робот попросит доложить еще какой-то процент, то что будет, если не докладывать еще? Ничего не будет. Робот вам скажет, если у вас по какой-то причине нет возможности доложить, ничего страшного. когда появится, приходите, я пока что робот конкретно будет делать? Два варианта, либо рынок просто начнет откатывать, и он сам себе эти деньги заработает, так как ордера начнут закрываться. Если рынок наоборот продолжит падение, но у него нет этих средств для того, чтобы докупить, он вам через неделю опять позвонит, скажет, смотрите, мы стали еще ниже, может сейчас что-то есть, потому что я бы хотел что-то купить. Если нет, он просто постоит, подождет. если у вас по какой-то причине не получилось доложить, вас нет на связи, еще там что-то, потом, когда вы пришли, доложили, робот полностью пересчитает всю математику и сделает все нужное. Он не сломается. Отлично. Так, если срок лицензии в инсайдере закончился раньше, а год оплаты робота еще не вышел, будет продолжать робот работать? Да, конечно. Робот будет продолжать работать, пока у вас есть оплаченная прокси? Прокси оплачивается на год. Запустили, год работает робот. Что лучше, один робот, то есть один аккаунт на 10 тысяч долларов или три робота аккаунта по 3000 долларов каждый открыт? Здесь, наверное, от количества денег, если 10 тысяч это вся сумма, то, наверное, три аккаунта. Если 10 тысяч долларов это 30 процентов от суммы, то достаточно одного. Будет торговать на USDT, к альткоинам или BTC к альткоинам. То есть будут торговые пары фиат альты и крипта крипта. Крипта крипта нет. Будет биткоин USDT, альткоин USDT. в данный момент у нас за два месяца мы бы не успели сделать. В дальнейшем появится, конечно. Можно с другого робота перенести монеты на наш робот, чтобы не фиксировать там убытки. мы уже думаем над этой функцией, чтобы появилась возможность людям с других роботов присоединяться сюда, чтобы не закрывать монетки. Но пока миссия в разработке. В дальнейшем она, конечно, появится. Вывод кошелек на бирже или Metamask и так далее. Да, 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 друзья, то есть вы вводите профит со своего биржевого аккаунта на любой кошелек, который вы захотите или же вообще используете. Также вы можете с биржи сразу же обналичивать крипту фиат на своей карте. Так, Денис просит микрофон, друзья, у нас вопросы сегодня только текстом, без микрофонов. Пожалуйста, текстом пишите, мы читаем и Тимур отвечает. Такой формат встречи. также мы также и наши монеты, которые мы получим, сможем ли через робота запустить? А, это имеется в виду по приват раунду. Те приват раунды, которые... почему нет? То есть будет добавляться по мере того, как монета будет выходить, их можно будет вайт лист прописывать, правильно? Да, конечно. Как можно часто менять вайт лист? да, каждый день меняйте. Просто если вы настроили робота и запустили уже его, в вайт листе вы, например, завтра отменили какую-то монетку, по этой монетке робот вам напишет, что она-то у вас есть, но прав торговать нет. Поэтому вы либо дайте ему право доторговать, либо что-то там сами сделайте. Вайт лист можно будет менять, расширять, когда кому удобно. Так, идем дальше. Анна Бекер из МДТЭК. Два года искусственный интеллект разрабатывает на краудфандинге, пока торгуют в минус на крипте. Вы за два месяца создали пульсового робота? Да. Да, создали. Дальше идем. 100-120 процентов годовых в USDT или в монетах, которые мы покупаем? в монетах... USDT. USDT. То есть робот торгует как USDT. До того момента, пока мы за два месяца создали, мы пять лет создавали. Сейчас уже шестой пошел. Что-то даже гидро продолжает даже сейчас создавать. Я просто туда уделяю меньше времени. А тогда мы взяли то, что мы уже знали и за два месяца очень быстро сделали все по нашему тех заданию. Отлично. Параллельно одновременно с роботом можно работать на бирже? Это хороший вопрос. Я знаю, что на бирже есть возможность создания субаккаунтов. я сейчас его себе запишу. Сейчас не готов ответить. Так, идем дальше. Записал, субаккаунтов. Да, партнеры спрашивали, почему нет хеджирования на фьючерсах при падении. Рассматривали этот вариант? У нас не фьючерсный робот, у нас спотовый. Если бы мы работали на фьючерсном роботе или на арбитражном роботе, мы бы использовали метод хеджирования. В данный момент он нам не нужен. Это спотовая торговля. Мы не предсказываем движение цены какого-то актива. Мы его покупаем в той цене, которую нам нужно. Еще раз можно повторить, какой минимальный депозит на одну монету? В районе 25-30 долларов. Можно запустить одну монету в торговле? Да. В какой момент будет взиматься комиссия с прибыли роботной? В момент закрытия каждой позиции. Механизм оплаты комиссии? В инсайдере есть в отделе роботов отдельный комиссионный счет. Там есть три счета. Это комиссионный, партнерский и накопительный. Партнерский и накопительные счета касаются всего, что есть в маркетинге. Просто там есть быстрый маркетинг, есть маркетинг доход от дохода. В общем, это мы потом расскажем. Есть комиссионный счет. Когда вы запустите робота, допустим, настройка была на тысячу долларов, у вас есть 300 долларов, это 30%. Робот вам скажет, вот ваш комиссионный счет, пожалуйста, пополните процента на 3-5 от суммы ваших 300 долларов. Оттуда будет списываться комиссия и уже разлетаться. Более подробно позже, когда весь функционал будет включен, эти все функции будут прописаны и даны инструкции соответствующие. Далее, при депозите 30% от суммы торговли можно ли выводить прибыль, не дожидаясь, когда прибыль покроет 100% от суммы торговли. Выводить вы можете в любое время, оно же все равно у вас на бирже, просто в момент открытия следующей позиции или закрытия происходит пересчет системы и в роботе у вас будет написано, что покрытие уже будет не 30%, а 20%. И в случае чего, в случае резкого пролива где-то робот не сможет, ему просто не будет средств, чтобы что-то купить. Добавлять в депозит в работающего робота возможно, или надо будет выключать робота и запускать снова. Прямо на ходу увеличить депозит, это, наверное, вопрос по поводу перестройки стратегии, чтобы увеличивать ордера на покупку, сделать их больше. В данный момент не могу сказать, но у нас также есть потребность, чтобы человек, например, пришел, попробовал, ему понравилось, и он такой, ну блин, увеличу депозит и не ждал, тот робот отработает со старыми настройками. Мы сейчас это сделаем, на себе поэкспериментируем, мы сейчас додумаем, как, и можно будет прямо в процессе. Сложный процент будет? Будет. Отлично. Как будет работать сложный процент? Сначала мы доходим до 100% покрытия, после этого эти 100% будут считаться на всю сумму, которая будет на депозите. Допустим, сегодня у нас 100% это 10 тысяч, за месяц мы заработали 2000 долларов, теперь 100% это 12 тысяч. И вот так оно будет накапливаться. Для чего сделано именно такой метод? Сначала доходим до 100% покрытия, а потом включаем сложный процент. Представим ситуацию, что человек просто куда-то уехал, или с ним нет связи. Если, например, сразу включать сложный процент, то покрытие не увеличивается, а человек может быть не на связи, просто по каким-то причинам. А так вот он уехал, через 5 месяцев приехал, он увидит, у него 100% покрытия всегда и сложный процент включен. Для него это будет комфортно. Отлично. Если заработанные средства не выводятся робот сам перенастраивается и уже с учетом заработанных средств торгует, ну да, но это как раз к вопросу сложного. Да, это то, что я сейчас сказал. Но сначала 100% покрытие. Тут нет смысла бежать за какими-то большими процентами в прибыли. Мы бежим за безопасностью в первую очередь. Конкретно за прибылью будут бежать вот те функции. Так, дайте вопрос пожалуйста задать голосом. У нас формат встречи вопрос и текстом. Проговорено заранее предупреждено перед началом встречи. Так, дальше. Я участник клуба, я инвестирую монеты и хочу запустить робота. Прошу рассказать для новичков при вложении в робота 2000 долларов за период 24 месяца, не выходя из профита. если реинвест, какая сумма у меня будет через 24 месяца. Ты можешь ответить? Шланговать два года сколько робота? Ну, давайте мы лучше сделаем калькулятор, который просто это все посчитает. Аванговать не будем. Идем дальше. 90 долларов на монету это расчет при лимите первого ордера 2 доллара на байбите или 5 на байбите нет ограничений количества монет в вайт-листе. Правильно? Значит, на байбите не нужны субаккаунты для вайт-листов, как, например, на бинанси. Правильно. Супер. Так, этот уже вопрос отвечен. Если бы ваши роботы чего стояли, вы не боялись бы включить микрофон, если бы ваши роботы чего стоили, вы не боялись бы включить микрофон людям. Понятно все. Мы не боимся. Мы просто не хотим сорвать вебинар. Вот есть факт. На рынке присутствуют клубы, которые работают 3-4 года. И в данный момент даже в их клубах нет этой технологии, которая есть у нас. А мы сделали за 2 месяца. Это тоже факт. Представьте, сколько мы сейчас будем не нравиться. Я уже знаю, кому, например. Но мне, если честно, все равно. Поэтому для того, чтобы у этих людей не было возможности сорвать сегодняшний вебинар и испортить настроение нашим партнерам, микрофоны мы не включим. Как будет вычитаться ваша комиссия? Какая? С прибыли? При закрытии каждой позиции. Как бы вы разложили деньги между роботами и лончпадом? То есть портфель, как сформировать процентом соотношения, сколько на лончпад, сколько на робот? От какого депозита? Ну, есть 100% депозита, сколько денег заливать на лончпад и сколько денег отправить в работу на роботу. На лончпад бы я бы оставил в любом случае хотя бы на минимальную сумму покупать себе в портфеле одну-две монетки в месяц. А робота просто остальное дал бы роботу. И то не все, а начал бы с 30%. Там какой-то человек писал есть ли смысл заходить со 100% покрытия? Нет, не надо заходить со 100%. Смысл в том, что 100% это представьте вот какова вероятность вот по-честному, что завтра биткоин будет стоить 3000 долларов. Я честно не представляю. Это невозможно. Вот так раз он 3000 стоит. Слишком много должно в мире чего произойти, чтобы он стоил столько. Слишком много людей должны потерять слишком много денег, чтобы он стоил столько. человека. Поэтому 100% покрытия я не знаю, что должно произойти. Я не вижу этого. Я в это даже не верю. 30% для текущего рынка вот это будет немножко вниз идти, немножко вверх. Это будет достаточно. Если что-то произойдет, робот позвонит и скажет, мне еще требуется 10%. Но для того, чтобы дойти до этих 100% покрытия, это знаете, люди есть, которые просто любят безопасность. Вот у них даже в комнате, в доме, наверное, в каждой комнате есть 3 аптечки, 5 огнетушителей. Ну, просто потому, что вот так. Это примерно 100% покрытие, это вот эта ситуация. Поэтому нет смысла туда ложить 100%. 30% достаточно. Еще один вопрос. Откуда вы вообще на 100% имеете уверенность, когда будет гулран, куда двигается рынок, этого на 100%. Никто не знает. Мы опираемся только на статистику глобальных циклов. Просто можем зайти с вами дружно в интернете посмотреть график работы, график роста биткоина после халвинга. Все. Если в данный момент также история повторится, то у нас все будет хорошо. Это также не только мое мнение. Я также прислушиваюсь к нашим партнерам. К тому же Игорю, который ведет криптолаборатории. Достаточно серьезный эксперт, и я к нему реально прислушиваюсь. Человек, который практик, заработал достаточно интересные суммы денег, мы знакомы в жизни с ним, и сколько раз он мне давал советы по криптовалюте, не было ни одного промаха. И о том, что будет рост после халвинга, и он мне это говорит, и партнеры наши большие мне это говорят, и к этому моменту мы готовим портфель в приватах, поэтому это наше личное убеждение. Кто-то говорит, что крипта это все обман, ну, может и обман, мы же не знаем, мы верим в то, что будет все хорошо, нам это нравится. Тот, кто пришел и вот думает, ну, блин, может обман, посмотрите, просто посмотрите за результатами, посидите, отдохните. Тут же в любом случае никто никому ничего не продает. В этой нише достаточно большое количество людей, которые в это верят, а которые в это не верят. И как бы это абсолютно две разные аудитории. Какой смысл кому-то что-то навязывать? Мы в это верим, я лично первый буду пользоваться этим продуктом, потому что он нужен лично мне, у меня есть потребность, у меня очень мало времени, иногда некогда спать, а я хочу, чтобы денежки приходили просто так. Кто в это не верит или нет таких потребностей, не берите этот продукт, он не для вас. Какой смысл вам, представьте, вы приходите на рынок за арбузом, а вам говорят, купи слона, зачем он вам нужен, по-честному, вот для тех, кому нужен, пожалуйста, а если не нужен, не берите, может быть, вам потом нужно будет, ну и приходите, мы здесь, мы никуда не уходим. Дальше идем, разработки прошли проверку времени? Да, все, что мы берем, оно уже было нами создано, просто в какие-то моменты это было для фондов, каких-то для форекс-роботов, каких-то для крипто-роботов, мы не сделали ничего нового, если бы мы делали что-то новое, подумайте сами, как бы мы уложились в два месяца, это очень маленькие сроки. Никак вообще. Мы просто знали, что делать и делали очень быстро. Дальше идем. Будет ли в дальнейшем фьючерсный робот, чтобы торговать в обе стороны? Ну, в обе стороны я не сторонник торговать вот в обе стороны. Для меня вот больше разделение конкретно спотовый робот для флета и растущего рынка, а для падающего фьючерсный, но он работает только в падении. Вот просто разделить вот так несколько инструментов и все. Так, предположим, у меня 100 долларов стартовало, 10% в месяц, на следующий месяц 110 долларов, можно ли сразу отдать в работу весь депозит, чтобы торговало на 110, ну, то есть, опять же, под сложный процент запустить? сложный процент запустится тогда, когда будет 100% покрытия. Прекратите бежать за деньгами, они сами к вам придут. У робота достаточно функционала и скорости и мощности, чтобы приносить вам хорошую прибыль. Мы подходим со стороны безопасности, только поэтому очень долго работаем. Даже представим, что вот у нас появилась возможность получать прибыль 10% в месяц. Кто считает, что это реально большая прибыль? Я считаю, что это очень много, потому что со сложным процентом, почему-то об этом инструменте многие люди или не знают, или забывают, со сложным процентом 10% в месяц период в 3 года депозит увеличивается раз в 30. Ни один проект не даст эти доходы. Но здесь что самое главное? Свести риски к минимуму. Именно риски. И все. спокойно себе заниматься своими делами, а он там пускай сам работает, и он там сам разберется, что ему делать. И плюс те проекты, о которых ты говорил, 3 года не проработают. Ну да, у них же строк жизни сколько сейчас? Два месяца. Новый стандарт. А тут недоверительное управление, все деньги лежат на счету на ваших биржах, и робот торгует. Согласись, мы вот над ними подшучиваем, все же понимают о таких проектах говорим, мы над ними подшучиваем, но так любя, мы их на самом деле любим. Это просто люди, которые не имеют каких-то других вариантов. Но с другой стороны, они сделали самую тяжелую работу. Они познакомили большие массы людей с инструментом, который дает возможность зарабатывать пассивное средство, пассивный доход. Это плохой инструмент. Он скамится потом, но люди знают вкус дохода пассивного вот этого. Вот за это им спасибо, а за все остальное мы их не любим. Отлично. А можно сразу включить стопроцентное покрытие, чтобы работал сложный процент? Так а зачем? Вы куда-то спешите? Нам вообще некуда спешить. У нас три, а то есть четыре года впереди, конкретно на данном продукте. Сложный процент, вот как сложный процент, он сейчас будет работать конкретно на ваше покрытие. По поводу доходности вообще не переживайте, с ней не может быть проблем, если рынок двигается, просто вверх не сходит. Этот робот все равно будет приносить больше, чем а-ля его какие-то ближайшие аналоги. Только по той причине, что у него есть интересный функционал и сердцевина мощная, которая дает ему эту возможность. этим функционалом пользоваться. Не думайте о доходности, с ней все будет хорошо. Это все вы видите в бэк-тестах, честно. Так что, Алена, да, то есть включайте 30% покрытия, робот сам наторгует, дойдет до 100%, включит сложный процент и пойдет дальше торговать. так, мы сможем выбирать величину первого ордера. Конечно. Там очень гибкая настройка. Мы учли все пожелания, которые были на рынке. Это пожелание тоже было. Есть какой-то минимальный ордер, это 2 доллара. Здесь он исходит только от минимального закупа на самой бирже. а дальше допустим вот у вас есть депозит условно 50 тысяч долларов. По какой-то причине вы хотите 40 тысяч торговать на биткоине, а все остальное например в эфире. Или 40 тысяч в биткоине, 8 тысяч в эфире, а на вот эти 2000 распределить еще на 30 шиткоинов каких-то там монеток. Нет проблем. Все настроите. Если у меня 3000 долларов на балансе, это 30% от покрытия, то озвученные 8-10-15 процентов прибыли в месяц считаются от 3000 или от 10. Скажи еще раз. 3000 на балансе. Это 30 процентов покрытия. Так есть вопросы. То озвученные 8-10-15 процентов прибыли в месяц считаются от этих 3000 или от 10. нет от 10. Если от 3000 ну я думаю что прибыль совсем другая будет. Но опять же сейчас просто будут бэктесты и все все увидят и все все покажем. Тимур вы молодцы спасибо за ваш труд. спасибо. И нам всем очень нравится 100%. Так дальше читаю взрыв мозга очень круто очень хочется научиться работать с роботом надеюсь наши спикеры нам как всегда помогут благодарю Тимура его команду за уникальные возможности в нашем клубе я вас всех обожаю жду встреча с вами каждый раз что-то новое знаю отлично вам тоже огромная благодарность Тимур пошли благодарности я смотрю очень много связи очень много комментариев позитивных так я ребята я узнал от этого зума для себя очень много меня это вдохновляет и по этой причине хочу поблагодарить Тимура и вас всех благодарить за вашу работу друзья ну что будем заканчивать мы уже два часа в эфире дайте огня в чат дайте энергии кому понравилась сегодня встреча дайте побольше позитивных отвлеков соточки десяточки огонь в чат отлично запись будет у нас выложена на нашем канале и ее можно будет посмотреть ее можно будет смотреть потом еще раз едать заинтересованным потенциальным партнером которые могут заинтересоваться этим продуктом Тимур тебе благодарность огромная за проведенную встречу очень интересно всем все понравилось очень ждем продукт ждем робота и хотим его быстрее включить и начинать зарабатывать спасибо ребята всех благодарю до следующих встреч увидимся всем успехов до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...